Друзья мои, от всей души приветствую вас на канале «Строю дом своими руками». Я думаю, что мы прямо сейчас сразу начнем работы. Предварительно покажу, что я уже сделал, и покажу, куда я сейчас пойду. То есть сейчас я занырну в комнату дочери и буду работать уже там. Чтоб вы понимали, когда меня нет в кадре, я тоже работаю, я не филоню. А то так получилось в последнее время, что Женя часто на видео, а я больше подвожу к теме и заканчиваю видос и так далее. Сегодня мы работаем с обоями. Покажу вам наконец-то то, чего не показывал по обоям еще ни разу. Также мы керамогранитом обойдем плинтус по дому, по периметру, где сможем, где успеем, где получится. И вы мне скажете ваши ощущения, насколько хорошо или насколько плохо. Короче, надо гостиную делать уже. То есть мы сверху спускаемся вниз потихоньку. Сейчас я, когда завершу вопросы по полу, то воткну сюда все двери. Эти, конечно, временные. Я их людям отдаю, которым они больше нужны. Сюда ставлю новые дверки. По кварцвинилу, который здесь уже постелен, кто-то написал, что, опять же, немножечко похоже это все на линолеум. Друзья, ну я не знаю. Визуально можно сказать, наверное, так. Фактически, если вы бы эту фактуру потрогали, как и, кстати, фактуру по обоям, мои родственники, которые смотрели издалека, они говорили, что обои, слушай, нам не очень понравились. Ну как-то они не сильно, они уж эффекта вау нет. Но когда они приехали к нам и вот подошли к ним, они говорят, блин, камера не передает. Камера не передает. И я вам серьезно говорю, что и тут камера не передает, и тут не передает. Насколько это классно. Лучше давайте, я не буду сам нахваливать, вы скажете свои слова сами. Первым делом я сейчас уберу радиаторы, чтобы Женя могла прогрунтовать в этих местах, потому что под радиаторами тоже надо сделать хорошо. Важный момент, который надо учесть. Грунтовка. Друзья, грунтовка. Обязательно колируйте ее под цвет ваших обоев. Если вы занимаетесь жидкими обоями, то нужно колеровать грунтовку. Тогда у вас места, где накладка текстуры пожиже, она не будет просвечивать. Вот. Поэтому если светлые обои, можно оставить ее белой. Если у вас обои имеют какой-то тон, то, друзья, колируйте обязательно. Работаем. Итак, Женя готовит стены к грунтовке, зачищает огрехи, которые остались после шпатлевки. Кстати, что очень интересно, для данных обоев нет потребности выведения стены в идеальный ноль. Эти обои скрывают даже какие-нибудь впадины и так далее. Это очень круто на самом деле. Для работы мы снимаем всю панелку. Хотя этого можно и не делать, но чтобы было аккуратнее сделать. Не так уж это и тяжело. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень многие зрители мне пишут, что не видят текстуру и не понимают вообще по обоям, что камера не передает всей полноты картинки. Ну, первое, что я хочу напомнить, мы работаем Miracle Silk Plaster. Сайт так же и называется. Это экологически безопасный материал. Он уникален. Он бесшовное покрытие имеет, о чем я вам говорю в каждом видосе. А еще это шумо- и теплоизоляция. Сертификаты, экологические премии и европейские, в общем, стандарты. Итак, не совсем красиво я это делаю, что на столе на обеденном. Но я хочу вам показать внутреннюю часть. Женя, конечно, будет недовольна, потому что пакет водорастворимый, и его вскрывать не стоит. Но я вам вскрою. Смотрите. Это к комментариям о том, где люди пишут, что эту штуку можно сделать своими руками. Вот так это выглядит. Это, наверное, бумага с определенным составом волшебным. Она не осыпается. Она не оставляет этих блесок на руках. Они теплые, они приятные к телу. А за счет того, что мы колеровали грунтовку, у нас получилась экономия еще в материале. Если на лестнице был прям нагроможденный материал, он прям один на другой находил, то здесь мы уже как-то научились экономить, а смотрится это так же эффектно и так же красиво. Так, двигаемся дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пора радиаторы возвращать на свои законные места. Ну и заодно пришло время небольшой интеграции. Друзья, взял поливочных шлангов, большой ассортимент для работы в своем саду. Не только для этого. Смотрите. Когда делал топление, по глупости своей не сделал кран подпитки. Это очень важная и удобная вещь. А подпитывался я специальным опрессовщиком. Теперь я просто взял шланг и подпитка теперь элементарна. Не знаю, для чего вам эта информация, но на всякий случай для тех, кто будет строить дом в дальнейшем. Я даю в котел полторы атмосферы, не больше. 1,6-1,5 достаточно. Так, смотрите. В общем, взял вот такой вот наборчик. У меня уже есть опыт работы с ними. Ну, не с этими конкретно, а вообще с поливочными. Хочу сказать, что это очень полезная и классная вещь. В принципе, тут функции у всех одни и те же. Это делает разбрызгивание различное. Этот работает по принципу пистолет. То есть можно настроить побольше, поменьше. Можно заблокировать. А вот у этого, друзья, 1,2,3,4,5,6,7,8. 8 функций, по-моему, если не больше. Вот. Для полива огорода. Я думаю, Женя будет довольна. Да не думаю, я знаю, что Женя будет довольна. Но это еще не все. Я вам сейчас в подвале показывал шланги. Это я взял просто шланг. Но дополнительно я взял еще набор для полива. Вот такой. ДК-1025. Вот. Сейчас я вам все покажу. Тут всякие насадочки. Здесь сам каркас, который мы сейчас соберем. И шланг, который будет намотан. Увидел по примеру своих родителей. Они у меня очень давно уже пользуются автомойкой. И у них вот именно вот такая система сматывания. То есть в чем плюс? Вода в нем не хранится, на солнце не лежит. Смотал, поставил в кондейку. И все это нормально находится. Если быть совсем честным, эту штуку я хотел сварить сам. И скорее всего я буду еще варить такую же. Она будет стационарно устанавливаться в хозяйственной комнате. Чтобы она могла все шланги, которые у нас есть на территории, а у нас их много, сматывать в одно место. И они не валялись бы по участку. Под ними трава жухнет, желтеет. И вообще не очень хорошая штука. А вот этот конкретный шланг я взял для нашей автомойки. Так, осталось намотать шланг. И вот, кстати, второй комплект. Шланг для полива усиленный. 20 метров с насадкой и коннекторами 5 предметов. Ну и в комплекте еще идет вот такой. Для того, чтобы подключить систему к основной подаче. Важно отметить, что бы я сегодня не произнес, все ссылки обязательно будут под видео. Я все оставляю там специально для вас. Музыка. 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 Ну и, наверное, стоит подвести итоги. Приклеил керамогранит. Женя нанесла обои, они уже подсохли. Колонну и стены мы сейчас просто загрунтовали. Вот так она выглядит, эта грунтовка. И в следующем выпуске, друзья, я буду делать керамогранит на фартук на кухне. Если у вас есть что сказать по этому поводу, пишите, что я себе решил. Керамогранит сюда сделаю под 45 градусов. Так же, у меня все под 45, но нужно его грамотно расположить, чтобы не было обрезков, подрезков, чтобы все было ровненько и красиво. Как мы вот на лестнице сделали. Понимаю, что выпуск получился небольшой, но вы сами видите, мы стараемся, мы работаем. Я наверху тружусь. В ближайших выпусках вам покажу, как я там обработал кварцвинилом. Есть что сказать по этому вопросу, потому что опять комментарии почитал, и опять у меня появилось много мыслей, с которыми я хочу с вами поделиться. Ну а на сегодня, наверное, все. Домик меняется, становится уютным. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся буквально через несколько дней. Все, пока, пока.